приветствую вас господа любители алкоголя интересный вопрос сегодня рассмотрим нишу пивную нишу эконом класса и что из этой ниши более менее приемлемо естественно все весь ряд всю линейку мы никак не сможем обозреть потому что это огромное количество это сотни не побоюсь этого слова если даже не тысячи сортов разного пива сейчас мы остановимся на самых ходовых которые продаются в пятерочке магните вот практически всегда в ассортименте они присутствуют частности это пиво халзан очень очень часто я его вижу и очень много заявок было на его пробу дегустацию ну кто-то хочет узнать мое мнение об этом напитке хотел сказать пивном напитке ан нет написано что не на пивной напиток а пиво халзан светлое фильтрованное пастеризованное очаковское производство сделано в городе краснодаре родное пиво так следующий наш тестируемый агент это пиво левенбрау она российского производства российского производства здесь если прочитать так тут по казахски написано очень много вот есть по-русски вот россия московская область город клин но уже неоднократно мною проверенное пиво и я к нему так сказать очень положительно и благосклонно отношусь есть так мягко выразиться и третий испытуемый это вот я увидел такую новинку и раньше не видел пиво ливо было ливо но только в другой банке сейчас не помню как она называлась это вот новая недавно завезли в пятерочку пил зенес написано и так халзан халзан у нас четыре с половиной градуса крепостью и было куплено за 32 рубля до 32 рубля за баночку 05 левенбрау у нас пять целых четыре десятых градуса крепостью и было куплено за 39 90 ну за 40 рублей в той же пятерочке ливу у нас крепостью четыре целых четыре десятых градуса и было куплено за 57 рублей 56 90 57 рублей то есть все три вида скажем так укладываются в некий эконом класс до 60 рублей причем первые два вообще эконом эконом что называется эконом эконом и так давайте будем пробовать что к чему и стоит ли это тех денег даже тех небольших денег которые просят за эти напитки халзан кстати баночка довольно красиво привлекает внимание такая яркая мужик с клювом нарисован не знаю что они хотели этим сказать так халзанчик наливаем пеночка у него сразу образуется довольно активная правда крупно зернистая это не очень хорошо лучше когда пеночка мелкозернистая добавляем сейчас только что то есть на тик токи был так кстати если чё на тик ток подписывайтесь поэтому у меня кое-где осталось я уже просто не могу по полной пить если чё посмотрите на моё лицо я уже не выдерживаю поэтому вот и пиво ливу так разбавим подновим и так что мы видим господа что мы видим а мы видим что левен брау меньше всего держит пенку халзан дольше всего и лучше всего и на втором месте ливу халзан мы налили первым но высота пенной шапочки у него сохраняется дольше пенная шапка говорит о многих качествах пива в частности а качество хмеля солода содержание белка правильности выдерживания температурных режимов но в общем то если об этом говорить это вообще отдельный ролик и не на 10 минут а на час вот ну вот все перед вами увидите сами халзан сохраняет пену левен брау нет или вы тоже нет пиво должно сохранять пену стандартам не менее четырех минут насколько я помню и высота пенной шапки должна быть не менее четырех сантиметров или же четверть от налитого объема давайте пробовать первым у нас господин халзан идет легкая горчинка легкая легкая кислоты практически не ощущается ну чуть-чуть есть но не вообще не критично далее насыщенности в этом пиве особо не почувствовал и не очень приятная вещь послевкусия практически нет то есть вот выпил халзана да как будто вот выпил воды после воды нет послевкусия вот так и здесь тоже выпил два глотка пива пока пьешь есть определенный вкус как только выпил вообще ничего как будто и не пил пиво ну послевкусия все-таки должно быть какое-то на мой взгляд как бы мышь не водичку хлещем ну давайте левен брау спасибо вам господа что подписывайтесь на канал помогаете продвижению ставите лайки кстати ставьте пожалуйста лайки вот это очень помогает в ротации ролика в рекомендациях вот если кто-то хочет помочь канал буду очень благодарен внизу под в описании под роликом есть ссылочка на донат и за ваше здоровье господа ну вкус конечно другой левен брау хотя все сделано и это и и халзан и левен брау оба сделаны в россии но вкус разительно отличается знаете он гораздо более насыщенный чуть сладинка такая классная присутствует и и послевкусие есть понимаете вот вы пили пиво и еще вкус пива ощущается какое-то время пока что левен брау победил халзан ну опять же это мое субъективное мнение вы можете соглашаться или не соглашаться с ним кстати если что можете написать в комментариях что вам больше нравится ну давайте леву за вас господа за вас зрители а также те кто со мной на стримах каждую пятницу в 17 часов стрима у нас проходят на ю тубе и на тик токе одновременно приходите вроде бы весело люди людям нравятся все веселятся все выпивают и закусывают за вас господа леву менее сладкий чем левен брау а мне нравится легкая сладость не спиртуозность а именно сладостью пиво спиртуозности кстати нигде нет но я бы очень удивился если бы она присутствовала пиво то легкое но леву леву с кислинкой ребят кислинка явная а это у меня как бы в минусе я не люблю пиво с кисли с кислинкой. Сравниваю с Халзаном. Еще раз Ливу. Литовская пива Ливу. Но Ливу чуть-чуть получше, чем Халзан. Да, чуть-чуть получше. Хотя стоит намного дороже по сравнению. Вот 32-40 за Ливенбрау и за Ливу 57 рублей. Как бы 57 это тоже эконом-класс вроде как бы до 60 рублей. Но тем не менее, знаете, если будешь стоять перед выбором, давайте так. Вот так я еще не сравнивал. Вот мы стоим перед выбором Халзан или Ливу. Что мы выберем? Вкус почти одинаков. Чуть-чуть у Ливу, по-моему, получше. Более насыщенный привкус. Но кислинка. Кислинка лично для меня портит все. У Халзана чуть меньше кислинки. Чуть-чуть меньше. У Ливы, по-моему, кислинки больше. Но у Ливы чуть-чуть насыщенность вкуса есть. У Халзана меньше насыщенность, никакого послевкусия. Не знаю даже. Я на первое место точно поставлю Левенбрау в этом состязании. Левенбрау однозначно победитель и ценой и качеством. Вообще офигенное соотношение. Цена-качество. 40 рублей за баночку. Правда здесь не 0,5, а 0,45. Как обычно на 50 миллилитров нас наебали. Но тем не менее. Тем не менее, ребят. Если что, как бы могу рекомендовать смело. А если выбирать между этим и этим, вопрос непростой, конечно. Но Халзан стоит почти в два раза дешевле, чем Ливу. Понимаете? Поэтому... Но он не хуже в два раза, чем Ливу. То есть получается так, что если денег как бы вообще в обрез, но хочется попить пивка, можно смело брать Халзан. Если он по акции, опять же, 32 рубля. Да, можно брать Халзан. Ливу. Что-то он не дотянул у меня в рейтинге. Рекомендовать не буду вам, ребят. Рекомендовать не буду. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Донаты внизу еще раз говорю. Кто чем может, всем, всему рад. До новых роликов. Счастливо.